Есть известный физический эксперимент, когда частицы, исходящие под влиянием света из одного источника, почему-то проходят через две щели заградительного экрана сразу. Этот опыт интерференции совершенно определенно доказывает, что одна щель пропускает волну актуальную, то есть реальную, а другая потенциальную, то есть возможную. И здесь ребром встает вопрос, откуда возникает волна потенциальная? Не находится ли ее возможность в самой первичной частице, испускаемой из источника? Скорее всего, так и есть. Но тогда закономерен и вывод. В самой частице уже есть одновременно ее прошлое, ее настоящее, ее будущее. И опять возникает вопрос, откуда они взялись в самой частице? Значит, у источника временных параметров, в свою очередь, тоже должен быть свой источник. Такой эксперимент можно поставить с электронами, фотонами, протонами, нейтронами, любой субатомной частицей. Результат будет тот же самый. Значит, независимое существование материального и духовного мира – иллюзия. Майя. Системная ошибка мировосприятия. Человек, как Бог материи и Отец Небесный, как создатель духовности – это одна неразрывная целостность. Единство фундаментальной действительности. Следовательно, исследование и восприятие мира обязательно должно содержать в себе эти две глобальные константы миростроения, как возможность выхода за пределы сложившихся шаблонов миропонимания. Чтобы понять большое, надо сначала понять малое. Например, и протон, и нейтрон – частицы бесцветные. То есть они не имеют ни спектра излучения, ни спектра поглощения. А электрон обладает светностью и обладает этими свойствами. С атомного уровня можно перейти на уровень организменный. Чтобы исправить заболевшую клетку, нужно недоразвитую больную клетку дорастить, дать ей информацию о целостности организма и взаимозависимых функциях органов. А ведь человек тоже, в свою очередь, частица более глобального организма-социума, в котором и по сей день решают, кто главнее – мужчина или женщина. Причем даже на уровне биологии пытаются доказать, что мужская Y-хромосома – ущербная. Y-хромосома – совсем не учебная в сравнении с X-хромосомой. Это олицетворение посоха, управление от Создателя. И он не случайно имеет на своем конце две развилочки. А троски на конце – это таломеры, которые можно наращивать и удлинять, следовательно, продлевать и срок жизни. Когда человек будет готов к духовному восхождению, к этой развилочке привьют еще десять хромосом. Кто получит эти десять новых хромосом, сам станет как Создатель. Но сначала надо пройти пустыню Духа, чтобы опустить от всех своих прахтных мыслей и желаний. Пустыня Духа – место, где нет воды. Какой воды? Воды чистого мышления. А куда воды делись? Между ними и землей. То есть царством человека и царством Бога был положен небосвод. Ракия. То есть область высоких помыслов. Пройдя ракию, воды метущиеся коллективного сознания очищаются и впитываются в наше индивидуальное сознание успокоенными, очищенными, созидательными. Земля сначала была полностью покрыта океаном. Потом поднялась суша. А на суше образовались зоны благоприятного и неблагоприятного развития. И все это закодирована информацией программного развития, в котором спутанное состояние сознания позволяет информационному содержанию через фотонный метаболизм передаваться от одних структур самоосознания другим. Квантовая нелокальность, голография, хромосомная лингвистика. Вот три слова слона познания, которые держат на себе всю структуру реальности. Песок пустыни – это аллегорическое выражение множественности индивидуальных песчинных сознаний, объединенных в коллективные сознания, неполные в своем духовном развитии. Оазис – место, где глубинная, кристально чистая вода духовных помыслов пробивается сквозь песок человеческих измышлений на поверхность. Вода и кристалл лучше всего удерживают энергетику, ведь песчинки кремниевого кристалла подобны по своему строению алмазу, субстанции алмаза – основа бриллианта. Бриллиант – это тоже аллегория, аллегория человека, который подобен своему Создателю. А кто шлифует грани восприятия? Время. Время формирует экран сознания. Без сознания нет времени. Вокруг Земли есть тонкая плазменная оболочка, которая выполняет роль гуманитарного сознания, то есть глобального ограничителя времени.